Его Величество импичмент 11 декабря 2018 года, 22-20 Мария Катасонова публицист, общественный деятель Если и есть что-то постоянное в этом быстро меняющемся мире, так это новости о том, что Трампу грозит импичмент С момента его избрания президентом эксперты с завидной регулярностью делают заявление о том, что если не сегодня, то завтра уж точно Трампа попросит покинуть Белый дом Также по теме «Желание погрозить президенту, почему демократы заговорили о тюремном сроке для Трампа Дональду Трампу после окончания его президентского срока может грозить тюрьма», утверждает конгрессмен-демократ Адам Шиф Об этом он Правда, громкие тезисы всегда сопровождаются множеством «когда и если» И оговорка «если удастся доказать вину» – главная из них Разговоры о сговоре с Россией носят очевидно популистский характер И юридически доказать это невозможно Поэтому на сегодняшний момент основная линия – это заявление бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна о том, что он по указанию Трампа заплатил замолчание двум женщинам, заявляющим об интимной связи с последним Таким образом, президента США обвиняют в нецелевой растрате средств из фонда избирательной кампании, так как опубликованный компромат якобы мог повлиять на исход президентских выборов Но для того чтобы это стало реальным обвинением, нужно представить действительно веские доказательства, ведь сам Трамп заявил, что никаких поручений не давал и оплачивал постфактум из личных средств Эти совершенно очевидные вещи ни разу не останавливают борцов с режимом Старого Дональда Больше того, демократы уже сулят Трампу уголовное преследование Так, член Конгресса от демократической партии Адам Шеф заявил, что Трампу может грозить тюремный срок, когда он сложит с себя полномочия Очень велика вероятность того, что когда Дональд Трамп покинет президентское кресло, Менюст может выдвинуть против него обвинения Он может стать первым за долгое время президентом, которому будет грозить реальный тюремный срок, заявил Шеф в эфире программы Face the Nation На CBS Впрочем, относиться к этому серьезно не стоит, ведь предыдущие громкие скандалы вокруг президента США ни к чему не привели, а остались исключительно в эфирах CNN Это же касается и призрака импичмента, который ночами бродят по Белому дому О том, что Конгресс вправе начать процедуру импичмента, снова заговорили после того, как республиканцы потеряли большинство мест в Палате представителей по итогам промежуточных выборов в ноябре Сама процедура импичмента в США очень сложная и занимает много времени Ну и кроме того, если разбираться в процедуре импичмента в США, то для ее инициирования действительно хватит большинства в Палате представителей Но после этого обвинительный приговор должен быть поддержан 2-3 голосов уже в Сенате На данный момент в Сенате 51 кресла из 100 занимают республиканцы Поэтому вопрос заключается даже не в том, начнут в итоге процедуру или нет, а в том, доведут ли ее до конца, пока Трампу успешно удается маневрировать Более того, Трамп, как и демократы, уже готовятся к президентским выборам, которые пройдут очень скоро, в 2020 году Поэтому сейчас главная задача противников действующего президента собрать как можно больше компромата на него и максимально понизить ему рейтинг за счет череды бесконечных скандалов, в основе которых лежат все те же пресловутые фейк-ньюс Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции